Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги Левит, читаю перевод российского библейского общества для библейского портала экзегет. Вот мы наконец расстались со всевозможной нечистотой и переходим к прочим обрядам и правилам, которые предписаны для израильтян. И смотрите, до сих пор в книге Левит самое главное, что мы встречали в каждой главе многократно, это жертва. Режут животное для того, чтобы часть его сжечь на жертвеннике, а при всесожжении сжечь его целиком, а остальное употребляется так или иначе в пищу. Во всех случаях, кроме жертвоприношения всесожжения. Ну, а как вообще они вот ели мясо? Ну, невозможно же каждый раз, когда хочется супчика какого-нибудь мясного, жертву приносить. Ну, и не все живут рядом со святилищем уже потом, когда они поселились в земле обетованной. Господь сказал Моисею, возвести Аарона, его сыновьям и всем сынам Израилевым. Вот что повелел Господь. Если кто-нибудь из израильтян зарежет быка, барана или козла в стане или вне стана, вместо того, чтобы привести его ко входу в шатер встречи и там, предскини и Господней, принести в жертву Господу, то эта кровь зачтется этому человеку в вину. Он пролил кровь, за это он будет истреблен и отторгнут от народа своего. Ничего себе, вот пока у них странствия по пустыне, потом это будет изменено, да, а пока у них странствия по пустыне, он должен резать у скинии животное, да, во всех случаях. Животных, которых сыны Израилевы ныне режут в поле, пусть они приводят к Господу, ко входу в шатер встречи к священнику, и там их режут, как пиршественную жертву Господу. Пусть священник окропит кровью животного жертвенник Господний, что у входа в шатер встречи, а жир сожжет, это будет благоуханный дым, приятный Господу. Смотрите, а почему вдруг такое? И пусть не приносит больше жертв козлищем, не блудят с ними. Это предписание для сынов Израилевых навеки, пусть соблюдают его из рода в род. Здесь, наверное, упоминается какой-то языческий обряд, который израильтяне могли совершать вне стана. Ну, вот обычная ситуация двоеверия, да, то есть стоит в селе церковь, а там на Ивана Купала ходят костры жечь, хороводы водить на речку какую-нибудь, да, вот в фильме Андрей Рублев это прекрасно показано, кстати, эти купальские игрища. И, в общем, как-то не замечают особой неловкости, да, то есть, ну, здесь одно, а там другое. Может быть, что-то подобное, то есть резали скот, фактически участвуют в физических обрядах, поэтому все так централизовано. Конечно, когда они осядут в земле обетованной, уже это будет невозможно каждый раз привозить ко входу в храм. Скажи им, если кто-нибудь из сынов Израиля выходить из живущих, среди них переселенцев совершит всесожжение или принесет першественную жертву, но не у входа в шатер встречи, где это было бы жертвой Господу, то этот человек будет истреблен и оторвен от народа своего. То есть, фактически любое лишение животного жизни вот на этой стадии понимается как жертвоприношение. А если не Господу, значит, кому-то. А кому-то нельзя. Можно только Господу. Видимо, вот в этом смысл этого правила. Более того, есть части животного, которые отданы Богу. Я напомню, что это почки, отросток печени, жир, который вокруг них, и кровь. Кровь должна выливаться. Конечно, у скотовических народов очень часто кровь используется в пищу. Даже есть такие народы, Масаи, например, они не режут животное. Если проголодался пастух Масаи, он делает надрез на вене или артерии животного, выпивает крови некоторое количество, здоровый там бык этого даже не почувствует. Все равно, как мы анализы сдаем. И живет дальше. Вот израильтянам это категорически запрещено. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих, среди них переселенцев, будет употреблять пищу кровь, то я обращу мой гнев против такого человека уничтоживого, и будет он оторван от народа своего. Ибо жизнь живого существа в его крови. Я назначил вам приносить кровь на жертвенник, чтобы вы совершали свое искупление. Эта кровь – жизнь, она приносит искупление. Поэтому я сказал сынам Израилевым, что никто из них и никто из живущих среди них переселенцев не должен употреблять пищу кровь. Где логика? А вот она очень ясно видна. Кровь – это жизнь. Это даже с точки зрения современной медицины так. Человек, у которого вытекло слишком много крови, живое существо любое, теряет жизнь. И кровь именно переносит кислород, питательные вещества и так далее. Они это понимали и в древности, хотя не обладали нашими знаниями. И вот жизнь живых существ принадлежит Богу. Человек, конечно, ест мясо, кроме вегетарианцев, но там их похуже не было. Но это не значит, что он владеет жизнью животных. Жизнь от Бога. Человек не может породить жизнь. Он может лишить жизни, да, но породить ее не может. Жизнь быка, конечно, зачать. Человек, и человек может. И поэтому то, что является носителем жизни в буквальном смысле слова, принадлежит Богу, это такое напоминание. Вы не создаете жизнь, вы ее только отнимаете. И на самом деле, отнимая ее, вы ее возвращаете к Богу. А уже то, что вы пользуетесь при этом мясными продуктами, это такое дело десятое. Это уже подробности. Если кто-нибудь из сынов Израилевых или из живущих среди них переселенцев раздобудет на охоте звери или птицы, у которых можно есть, ну, то есть эти порнокопытные, жвачные, все эти антилопы, там, серные и так далее, он должен слить кровь и присыпать ее землей. Ну, потому что на охоте там невозможно тащить эту пойманную антилопу к шатру скинии, да. Жизнь всякого живого существа – это кровь его. Кровь и есть его жизнь. Я сказал сынам Израилевым, не употребляйте в пищу кровь живых существ, ибо жизнь всякого живого существа, кровь его, кто употребляет ее в пищу, будет уничтожена. Несколько раз это повторено, да. Я напомню, что еще с времен Ноя, как раз вот там кровь отождествляется жизнью, что пролитие крови и лишение жизни – это одно и то же. Всякий человек, коренной житель или переселенец, который ел мясо издохшего животного или животного, растерзанного дикими зверями, должен постирать свою одежду и омыться, остается нечистым до вечера, а потом будет чист. А если он не постирает одежду и не омоется, то на нем будет вина. То есть это сюда относится как отдельный случай, да, то есть люди режут животных, но иногда животные умирают своей смертью собственной, вообще-то это нездорово их есть, и это предполагает состояние нечистоты, или их убивают хищники. Но если убил хищник, то это почти то же самое, как если зарезал человек. Все равно это такая нетипичная ситуация. И она предполагает нечистоту, хотя не нечистоту какого-то высокого уровня. Здесь они могут от нее очиститься довольно быстро. Но вот что касается пролития крови, жизнь – это, наверное, самое главное, что у каждого из нас есть. А что вот по степени желанности, привлекательности, значимости для человека на втором месте? Отношения между полами. Об этом следующая глава. Продолжение следует...